всем привет ребята меня зовут сергеева на канале за резидент games сегодня с вами будем проходить игру call of forest gun свинья один подписчик попросил ее пройти в режиме летсплея мы не будем проходить коротенькие доски будут записывать давайте начнем игру тем твоя приятного просмотра ну а мы погнали начнем новую игру историю хотим эти на обычной сложности будем играть высокая на фига места он получать удовольствие от игры камеры канзас 1910 год хуй стой малыш я не знаю сэр не думаю я не знаю Сайлас Гривз? Охлопнен за головами? Сайлас, да. Выкладатор. Что делать у нас в Абилее? Просто прожил мимо. Нужно решить одну небольшую дельницу. Что ж, Сэр, для меня будет честью, если вы позволите купить вам пиво. Что, Владимир Парень, для меня будет честью выпить его. Я Молли, привет. Тебя зовут Дуайд, это Джек Стив, вы с той КБ. Может, парень, вам есть о чём порассказывать? Да, есть несколько историй, хоть одна в правде. Джек, будь повешен. Пар. Что за счёт вашей перестрелки с Банной и Генри Флаймера в Бенне и в штат Лонтана? Это после неё вы стали охотниками за головами, так сказано в этой книжке. Не верю всему, что написано в врачовых романах, парень. Впервые я взялся в усилие человека и ещё когда работал с Билли Кидом. Ты знал его? Да, чёрт побери. Этот кослявый святинцев не черта не боялся и не отступал ни перед кидом. Я слышал, он собирал значки из всех паршивых законников, которые вставали на него на пути. Это была настоящая война, парень, война в урастой лункой. И Юрий поклялся, что его регуляторы отнимут жизнь у каждого из фукина сына, который поможет Джону Танстел. Кид был очень раздражительным и сплитчем, и это дело его делайски опасным. Первая история. Однажды в Стинкин Спрингс, Сайлас Грифс прибыл в Обилен в 1910 году, и что-то там делал. Это произошло около 30 лет назад. Билли укрылся на заброшенной ферме возле Стинкин Спрингс. Бранден. Я связался с Билли, потому что свидел, что был один, которому он попался отмстить. Но перед тем, как я его выложу, почему этот прикончательный блюд, я вам расскажу, что произошло в тот день, когда я возвращался в нашу ближайшую, у меня возникло это странное ощущение. Блинский в голову дал? Нет, Стив, по-другому стране. Где? Графика рисованная, как мы видим, как Borderlands в серии. Приятная на глаз. В принципе. Так, что мы тут иные дуры? У нас есть на... Давайте определим его. Давайте. Отчаянный герой. Дуже смола. Давайте с двум пробуем стрелять. Погнали. Все симпатично так-то. Знаете, чтоб открыть задание. Ну-ка, вернитесь в убежище. Я знал, что эти два балла не за что меня не пропустит. У меня быловой ларан. Кто валить будем? Пойдем. Кто это? Он с нами? Это шо? Вы зарабатываете опыт, убивая врагу. Опыт необходим для перехода на новые уровни и получения дополнительных способностей. Это был отряд Петта Гаррета? Он сам. Я слышал выстрелы и знал, что должен торопиться. Что? Властелила Кирилл в Англии. Гаррет описывает нашему армию закону по окружению фермы. Решим на помощь, как говорится. Я решил немного помочь били парням. Что, в общем-то, я и сделал. Ваш индикатор концентрации заряжается при стрельбе во врагов. Возьмите этих штоп-пойнки в концентрацию. Ох, как интересно. На заход боимку Кима платили сам губернатор Нью-Мерсика Гаррет не возможно мнять хоть всех стрелков в граждан. Да, в том числе и меня. Возьмите свою агутку. Вог guests второе утро заход возможность ставить победу сней ISShtом в ahead, в пет PC шуткой Асферме. Девушки отдыхают. 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 так ты смотри что делай давайте покажем где раки зиме да это урболе вот то есть уход так и дышимся интересная механика даже прикольно ясно было довольно ясно даже для меня что признать что пришло на смело на сам махты не хотим до тычем доставил шаги по видео в задней части домами отвлекал внимание на себя отправился зачем открыть и ночью вернулся сюда нажмите игре чтобы выбить дверь атаковать врагом незамет но гидропанули бы на моем месте у меня было я была большая чувство собственной невызимости такие как джек отчетов и столик джек он просто подтрунил этот обувь ладно если там если есть пожалуйста продолжить и извините меня сайлеса пожалуйста на чем я становлюсь не умрет основу обоим да что-то пошло не так вы направлялись конюшнем а я именно сюда направлялся рукопашечка действий верно прокладывайся тут нифига себе что мы детство сотворили такое ощущение что заработал цена полка тихо и ненайдем не как отлично я начинал думать что можно все словно из подземлилась как бы еще больше этих несчастных ублюдков стоп нет отлично когда не подобрался к мишке кукурузка кукурузка всякая живность белая и тут встретил шерифа петта гаретта я читал что вы сразились с ним один на один с этим подным ублюдком нацелившим сцепившимся с бездушный рифа как дуэль гордый хорош собой неуклюжий петт гаретт на диком западе вызвали его на дворе и прочитал это о своем грошовом романе там сказано что в глазах его не было никакой страха когда он смирил у вас своими взгляда используйте мышку чтобы следить за противником когда ваш противник потянется за револьвером нажмите левую кнопку чтобы достать свое оружие прицельте и с помощью этим стреляйте и что вы убили его к честному как написано в этой бездавной книжке нет парень я не применю ввиду когда сказал что встретил петта гаретта так что давай я начну с начала наконец подогнался к это чертовый конюш а шо ж такое он не так было о секретик пэгар родился 5 июня 1850 года в кассете штата алабама погиб 29 января 98 застрелены при невыясненных обстоятельствах на дороге лас-круссе штат нью-мексико джесси уэй нам бразил пэд содержал бар был охотником на бизону сотрудникам таможни но история запомнила его как шериф убившего били кида гаррет и бонни познакомились с салоне и некоторое время были приятелями по каточным игром когда гаррен назначен шерифом и губернатор уоллес назначил за голову кида награды 500 долларов новоиспеченный законник начал неумолимое расследование несмотря на многочисленные ловушки били удаловалась избегать поимки тем не менее это не могло продолжать вечно день 14 июля 1881 порт сомнерик били скорее всего безудержный вошел в комнату где в темноте его поджидал пэд гаррет на вопрос кто здесь который кид дважды задал на испанском шериф ответил двумя войск стрелами своего револьвера одна из пуль попала в били в сердце убили его убив его на месте он был похоронен на кладбище в форт сомнера между могилами двух его друзей тома полиарда и чарли бомб позже многие люди обвинили городов бесчестном убийстве кида постоянно оставаясь по тени этого убийства бывший шериф решили диктовать книгу правдивую историю били кида который он представил быть отъявленным головорезом такой разбили сохранился как часть его легенды на наше виду вот она как у нас 2 очка опыта чок нам открыть больше патронов и концентрация более долгая и не ловать в обществу ладно давайте патроны увеличим перезарядку набегу сделаем себе переступил пора и бам последнее что я слышал голос Гаретта это не били и продолжайте чем все закончилось закончилось парень как бы только начало получилось вот так вот 3 секрите к нашли мы уточная дра хромает согласен с этим похоже все оказалось довольно просто не хотите ли сменить сложность и время на высокую она давайте так и быть уговорить так что произошло Гаретт арестовал вас? да как только я пришел в себя ублюдок вырубил меня заехавшим по башке своим фольтам эпизод первый и кид сдался когда понял что у меня не стало шансов утяжелось так вас вы прятали в линках? совершенно верно приговорили к веселиться на пару скин о как сейчас нас что повесят что я не хотелось бы только пройд начало игры можно понять что я связался с били только для того чтобы найти того ублюдка за которым гонялся тюрьма линкольм 28 апреля 81 через четыре месяца после ареста оставила Саглиса он работал в банде Джона Кинни и они были закляты врагами регуляторов Кинни почему вы его преследовали? я надолбил этому шутину сыну пулю за то что он сделал мне и мои близки вместо этого меня ждало свидание с палачом ооо счастье били сделал свой путь раньше чем до этого дошло так уж у товарушка такая во время подъеха он застрелил Джима Белла и парочку других на храме позже писали что некая леди спрятала для него пистолет в уборной мы об одном газеты не сказали или помог сбежать и мне опа ключики ну-ка ну-ка моя первая задача была найти ствол уильям генри маккартни также известны как уильям бонни кит антрим или велики родился вероятно между пятьдесят девятым шестьдесят первыми годами по 14 июля 81 застреленный шерифом при этом гаретом порт саннери штат нью-мексико до настоящего дня он остается одним из самых узнаваемых бандитов дикого запада он был ростом пример 1 метр семьдесят два сантиметра имел стройное телосложение голубых глаза светлые волосы отличался мальчишеским очарованием многие надежные источники надежные источники утверждают что он обладал чувством юмора великодушием и дружелюбной натурой хитрый настойчивый и дерзкий он с готовностью рисковал собственно жизнью ради людей которые были ему без и безразличны он любил пить и танцевать кроме того он был образованным и как говорят имел очень аккуратный почерк или пользовался большой популярностью женщин хотя там и не выбрал свою единственную ни один человек из его ближайшего окружения не подтвердил что он имел взрывной темперамент из-за которого били якобы применял василия по малейшему поводу такой образ тебя создал его убийца пэд гарретт а галебу помог его закрепить вопреки распространенному убеждению того времени били не было ни хладнокровным убийцами великим преступником его никогда не привлекали грабеж людей банков поездовый образ жизни отъявленного было ворезть на самом деле худшим из его преступления было выросло мелкого скота бильни переписывали убийство двадцати одного человека но это число сильно преувеличено он действительно убил четыре человека двоих порядке самозащиты и двоих при побеге из тюрьмы а также участвовал в разборках войны мгра стрелинкой за время которой была убита еще пять человек возможно не погибли от пуль били а возможно и нет облака не повезло нашел великолепный дробовик этого подгонца боба оленджера 10 калибра громко как динами может разрывать человека пополам дробовик боба оленджера крутая вещь ассал били фуни в окне биллион крему чтобы я ухожу по крышам так я сделаю маски шоу один вот это не уклонение охерительно мы уклонились я скажу ладно попытка на виртула о да это был настоящий нивствольный логовик он просто сносил и людей с ног такой штучкой даже целится он не нужного побег кедам поднял огромный интерес оооо это не люктер законники были повсюду ставят поютни скрыться по крышам и убежать ну погнали ооо я прыгал с крыши на крышу как какой-то бродячий корень я мог ли ты не ходил по доскам у меня три деревяшки были чертовски управлять город похватал за оружие и бог стал без лицом бежим бежим а этот ублюдок за которым охотились что он сделал? он нанес тяжкую рану мне и моей семье я знал что если хочу все таки найти его то должен уносить отсюда свою ненаглядную сзадицу пробиться через город я старался оставаться незамеченными тихо прокрасться через город как мне кажется у вас не получится по-тихому как будто проблять если меня поджидали вообще-либо кто-то из них подумал что я били и вы меня даже еще не увидели алё побег из линкольна один из самых выдающихся побегов из тюрьмы в истории дикого запада это произошло 28 апреля 81 спустя 4 месяца после своего ареста в стенке принц Билли Китт был приговорен к смертной казни через повреждение его казнь должна была остаться ровно через месяц 13 мая по этому времени он так не должен был задержаться в линкольне на втором этаже здания городского суда Билли охраняли двое поверенных Петта Гаррета Джим Белла и Боб Олендер подробности событий которые произошли 28 апреля весьма распыльчатый но предполагается что друг Билли спрятал для него револьвер уборной по другой версии макартид силы отобрал оружие у Белла завязал драку на лестнице правда мы скорее всего никогда не узнаем одно известно точно Билли застрелил Джима Белла и тот был мертв еще до того как закончил катиться с лестницы второй охранник Оленджера услышал выстрелы и поспешил в здании суда Билли вооружился двухствольным дробовиком десятого калибра принадлежавшим Оленджеру и взял его владельца возле окна когда Оленджер приблизился он лишь услышал привет Боб и через мгновение Кит застрелил его собственно оружие еще час потребовался Билли чтобы киркой снять кандалы с ног затем он все на лошке радостно напевая травы лучшим шагом уехал прочь как по крайней мере гласят истории так давайте можно его сделаем потише так давайте можно его сделаем потише ах нафиг там надо возьмем револье ах нафиг ах нафиг ах нафиг ах нафиг ах нафиг ах нафиг и где за суперный дядь Мне оставалось лишь радоваться, что у меня был бойный дробовик в законе Кабоба. Хорошо. Хорошо. Ой, что-то есть. Хорошо. В моем голосе всего столько слюса, что казалось, все до единого рынка не хотели отправить меня в могилу. Я знал, что мне необходимо найти лошадь, свалить отсюда. Хотя я никогда не был большим любителем этих четырех ноги, поедателей сена, вонючих, толпостный и неблагодарный скот. Своё личное мнение, мы сильно не доцениваем. Давай, давай, перезарядочка. Техними. Отлично. Отлично. Боль, что стрельнулись. Я что-то полил. Отлично сделаем. Техлэнд. Еще, когда были под крылом Ubisoft. Отлично. 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 матьюз наберитесь через город и выполнен отлично китка пока вы танцевали под сенсор именно тогда и гасе замедление с города не назначит награду потому что селинка не будешь это все но что обиделся линия свалят они сына теперь был не оставалось к вам и как идти на период пойдемте понятно что ничего не понятно пошли вон урожай этот шок он сдохнет его урон часики урод отлично вот сука отлично ой, еще ты фунули давайте-ка мы ка бойдем странное место какой-то здравоемка мы не долетает у нас получилось наконец и нашел то что искал конец на экране города думает тебе лучше дать не уйти и мы стояли в самый полдень посреди улицы только я его лицо к лицу он создался убить меня и я знал что у меня нет выхода кроме защищаться что ж убедение сердца можете выходить оружие первым но этот поступок будет отмечен как бесчестный оценен соответственно я честно схватки каждый вид что ж уменьшилась поэтому побег все равно он не помог отлично что ребят на этом и данный видосик закончим узнаем ждем дальше в диком диком западе уже следующей серии всем спасибо за просмотр и всем удачи всем пока